Ну а сейчас я предлагаю узнать, какие техники использовали для создания своих мультфильмов участники фестиваля Мир Анимации. Вчера в нашей студии были самые юные мультипликаторы, а сегодня мы поговорим о создании мультфильмов со школьниками. Доброе утро, ребята! Расскажите, пожалуйста, какие техники вы использовали для создания мультфильмов? В своем мультфильме мы использовали технику стоп-мошен, в которой каждое действие отображается одним кадром. Это как? Это через компьютер или как это? Мы фотографировали один кадр, передвигали героев или объекты и делали новое фото. А объекты героя из чего? Из пластилина? Мы выбрали стиль бумажной анимации. Думаю, он отлично подошел для нашего мультика. Пожалуйста, следующий расскажи. Тоже нарисованный. Тоже рисовали. Вы также фотографировали, да? Да. А ты какое участие принимал в мультфильме? Что-то делал? Чем занимался там? Озвучивал или, может быть, фотографировал? Фотографировал и озвучивал. Какую технику вы использовали? У нас мультфильм «Удивись! Рисованный». Фон и героев мы делали из бумаги. Мультфильм мы снимали на мультипликационном станке, используя технику перекладка. Самое главное в перекладке, чтобы герои двигались, ну, как сказать, мелкими шажками. И главное, чтобы руки не попали в кадр. Давайте сейчас мы посмотрим фрагмент мультфильма «Удивись», который создали ученики коррекционной школы. Какое животное меняет цвет глаз в зависимости от времени года? Если вы ответили «Северный олень», то вы правы. Северный олень – единственное животное, чьи глаза меняют цвет в зависимости от времени года. Летом глаза золотистые, зимой голубые. Рога у северных оленей есть и у самцов, и у самок. Каждый год олени сбрасывают рога, потом они вновь отрастают. Удивились? Вау! Миша, в вашем мультфильме столько интересных фактов про животных Ямала. Вот вы, когда создавали мультфильм, сами удивились. Что нового узнали? Мы сами многого узнали о животных Ямала. Например, «Северный олень», он сбрасывает рога, потом они вновь отрастают. И они могут менять цвет глаз в зависимости от времени года. А белые медведи могут проплывать 100 километров. Ваш мультфильм понравился жюри и занял второе место. Скажи, а одноклассники смотрели мультфильм? Что они сказали? Мультфильм всем понравился. Мои одноклассники тоже были удивлены, что этот мультфильм занял второе место. Ну, еще всем понравилось в школе, что мы заняли второе место. Все поздравляли, да? Да. С кем вы работали вместе, чтобы сделать этот мультфильм? Кто помогал? Нам помогал пятый класс. Учит нас создавать мультфильмы Лисанна Медхатовна. Она у нас преподает пресс-центр, кружок. Это был первый опыт у вас? Да, в конкурсе я участвовал впервые. А снимать мы начали в прошлом году. Еще будете принимать участие? Понравилось? Да, будем принимать. Понравилось очень. Еще один конкурсный мультфильм посвящен важной теме. Он называется «Не сидите на окне». И его представил на конкурс «Центр Елена». Давайте посмотрим. Приоткрыл малыш окошко, посмотреть на мир немножко. А этаж его седьмой. Поскорей окно закрой. Ты не птичка, ты не бабочка. Уличишь, будут плакать. Папа, мама, бабушка. Не сидите на окошке. Неужели вам не ясно? На окне сидеть опасно. Ярослав, но этот мультфильм, наверное, не про тебя. Ты же заблюдаешь меры безопасности, правильно? Да. А чему учит ваш мультфильм, расскажи? Наш мультфильм учит детей про безопасность. Наверное, чтобы не сидеть на окне, да? Да. Расскажи, кто тебе помогал? Лисадовна Финатовна. У вас все сразу получилось сделать? Или вы еще что-то доделывали в конце? Еще доделывали. А что делали? Меня позвали. И я сначала вырез, а потом раскрасил и приклеил. А потом фоткал и добавлял голос. А голосом твоим озвучивал, да? Да. Расскажи, пожалуйста, ты доволен результатом? Да. Хорошо все получилось? Да. У нас на очереди фрагмент мультфильма «Камень мудрости» от старшей школы «Высотка». В небольшой деревне жил маленький мальчик по имени Тимур. Он был очень любознателен и всегда стремился узнать что-то новое. Однажды, гуляя по лесу, Тимур наткнулся на старого волшебника по имени Амбросий. Волшебник был добрым и мудрым. И он решил поделиться своей мудростью с мальчиком. Амбросий рассказал Тимуру о сокровище, спрятанном в глубинах леса, и о мудром камне, который мог помочь исполнить любое желание. В вашем мультфильме меня лично увлекла сама история. Как вы вдохновились на нее? Расскажи. В нашей команде очень много детей из различных профильных классов. Это позволило создать историю, которая будет увлекательна для большинства. Также мы вдохновлялись в первую очередь нашими народными сказками, но и без мифологии древности не обошлось. А есть ли у тебя любимый момент в мультфильме? И почему именно этот момент? Почему он особенный? Безусловно, у меня есть любимый момент в мультфильме. Мне очень нравятся наши испытания, но самым любимым, конкретно для меня, является испытание решимости, когда Тимур поверил в себя и прошел по невидимому мосту через пропасть. А какую мысль хотели донести до зрителя? Мысль нашего мультфильма очень проста. Все должны жить в мире и дружбе. Расскажи, пожалуйста, о планах. В будущем, может быть, есть какие-то мысли создать еще какой-то мультфильм? Для нас это стал первый опыт создания мультфильма. Ребята были очень заряжены на создание мультфильма. Мы уже создали сказку о оригами и планируем участвовать в дальнейших конкурсах. А как вы пришли вообще? Почему именно мультипликация? Чем зацепила? Для нас это был первый опыт, поэтому было интересно попробовать себя в чем-то новом. А скажите, что бы вы хотели пожелать другим детям, которые мечтают создавать свои мультфильмы? Творите и не бойтесь чего-то нового. Набирайтесь опыта. Желать удачи. Желать успеха. Хотел бы пожелать, чтобы они ничего не боялись. Пусть они пробуют, у них все получится.